Всем привет! Меня зовут Евгений Козырин. Сегодня решили снять видео обзор про электровелосипед. Взяли мы его для обзора в магазине СпарТек. Это велосипед Merida 120 M500. Велосипед на начальных комплектующих, он не топовый. Вилка здесь стоит сантур, амортизатор тоже сантур, трансмиссия 10 скоростей. Покрышки 2.35 Icon от Maxxis. В целом, в принципе, для начинающих велосипед по трансмиссии неплохой. Про электровелосипед сказать ничего не могу. Я думаю, что, как многие из вас, никто на них не катался и вообще не знает, что от него ждать. То есть я видел только со стороны, слышал отзывы от знакомых, друзей, но сам вообще никогда не катался, хотя опыт катания в горах достаточно большой. Поэтому хочу попробовать и рассказать вам свои эмоции, ощущения от электрички. Ход здесь 120. Это велосипед больше трейловый. Я не привык больше кататься на чуть больше ходных велосипедах, там ходом 150, но думаю, как для трейла он будет достаточно хорош. Катаемся сегодня на горе Матаях, это возле Екатеринбурга, так называемое место и сеть. Вот, достаточно интересное место. Ну что ж, велик готов. Покрышки накачивания, подвеска тоже. Пойдем тестировать. Ради их современных хотим попробовать подняться в крутой подъем. То есть, условно есть спуск, подъем, в который просто так, как бы, подняться очень сложно. Только пешком, по большому счету, вот. Потому что он каменистый сильный. Уклон не очень большой, но очень много камней. Сейчас попробую, как бы, можно ли это сделать на электровелосипеде. топлив-то необычный. So стоит. Субтитры делал DimaTorzok Причем учитывая, что штырь у меня опущен, потому что дропера нету Достаточно с низким штырем, но подниматься очень холодно Так, ну что, я сделал свой первый подъем на электро велосипеде В целом эмоции, короче, пульсу, мне кажется, в районе 100, если не без пульсометра Но вообще не запыхался, просто легко, короче говоря, поднялся Из этих сложностей, то есть абсолютно халявная тема, легко ехать Единственное, что сразу скажу, есть тут три режима электромотора Эко, трейл и буст Приключение производится на руле Кнопочками вверх-вниз Но вот я включил самый ленивый режим буст-кабы И, в общем-то, на одной ноге, можно сказать, поднялся, вообще не запыхавшись Потому что, когда обычно, на обычном велосипеде поднимаешься, классическом, без электро велосипеда Тут прикладываешь достаточно большие усилия Достаточно уставший приезжаешь Тут просто поднялся, условно, как на мотоцикле То есть вообще без усилий Наверное, если сильно вкручивать, то усилий, как будто, поднялся, больше Но поднимешься очень быстро Вот, ну, смотрим, все понятно Давайте пробовать его на спусках Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы катались по эндуротрассам, очень более жёстким Ну, как бы, всё это, конечно, относительно Но, в целом, велосипед оказался не очень плохо на спуске я бы даже сказал хорошо, я ожидал от него честно говоря хуже, больше даже нет велосипеда от подвески, поскольку здесь стоит Сантр, не очень дорогой как бы так, эконом вариант, но в целом как бы он работает нормально, то есть никакого-то негатива нет, то есть вот 120 хода сколько у него есть у этого велосипеда, мне кажется он их отрабатывает на все 100, конечно было бы круто, если у него стоял там RockShox или Fox подвеска, но для вот именно эконом версии, самая начальная байка, все достаточно неплохо, даже круто привет друзья, это Александр Шеметихин, сегодня мы общаемся с Евгением Козыриным, это наш велоэксперт по двух подвесам и хотели бы вам рассказать сегодня такую вещь, мы вот Евгению предоставили электровелосипед Merida Onet 20500 для тестов в реальных условиях, то есть на популярных трассах, здесь у нас это на Иссети, то есть там это Мекка, так скажем местных эндуристов и так далее, вот и вот Евгений потестил и сейчас попросим его поделиться своими впечатлениями от этого аппарата как Евгений вообще? так, ну в общем и целом круто, значит если говорить более подробно, значит катались мы сегодня его наверное немножко не по назначению использовали, потому что велосипед 120 ходов, он как бы трейловый, а мы использовали его пожестче, пожестче, как в эндуро, по эндуро трассам вот, то есть в моем понимании все-таки по трейлам это куда-то далеко ты уехал, где-то поездил, а мы все-таки поднимались вверх-вниз поднимались, то есть спускались условно там такие эндуро нахильные трассы, ну и соответственно поднимались на велосипеде немножко такое осознание тоже по электровелосипедам, да, пришло, то есть как бы сейчас на рынке представляют как бы и шоссейные электровелосипеды и и шантрийные, и трейловые, и эндуро как бы, про донхильные я не в курсе, наверное уже тоже делать да, тоже наверное есть короче говоря, то есть вроде как бы электро, да, общее понятие, что они помогают ехать быстрее, но по сути дают как бы разные преимущества то есть если говорить про трейловый велосипед, то есть он позволяет далеко уезжать дальше, вот есть у тебя условно после работы там час времени ну да есть обычный велосипед, то есть у тебя есть какие-то ограничения, которые ты можешь проехать трейловый велосипед, он тебе позволяет уехать дальше, то есть увидеть больше, больше накататься эндуро велосипед, да, электро, ну как, что мы сегодня делали, то есть он позволяет большее количество раз спуститься опять же за определенный промежуток времени меньше устать, меньше усилий потратить, ну и получить просто больше удовольствия именно от самого спуска, больше в количество раз спуститься вот, ну по шоссе там другая тема, в это углубляться не будем ну да, мы чисто вот про подвесы то есть в целом это да, действительно круто, тем более вот когда скажем, физически загруженный на работой к примеру, у тебя есть техника уровень, да, технический, но нет никогда постоянно поддерживать физическую форму, чтобы получать потому что когда катаешься эндуро, да, или трейл, нужно все-таки иметь какой-то некий уровень физически, чтобы получать удовольствие, как бы вот баланс определенный был когда вот этого нет у тебя возможности физуху поддерживать, вот электровелосипед он тебе дает то есть выехал там раз в неделю, да, там катался укатался условно, он тебе дает подниматься столько раз, условно, как на подъемнике то есть замена подъемника, да, замена подъемнику в итоге, то есть реально вот ничего удивило то есть поднимаешься в подъемы, даже в хорошие, крутые, то есть сил вообще ты тратишь минимум, то есть у меня пульс, я поднимался без одышки то есть когда мы обычно поднимаемся там все уставшие, отдыхаем перед спуском поднимаешься, пульс, мне кажется, там 100-110 был все, я поднялся вообще без всякой одышки, как бы, и поехал дальше кататься плюс мы даже, ну поскольку сегодня снимали видео, оператор цеплялся за мой рюкзак мы поднимались вдвоем, то есть как бы это очень здорово то есть некий мотоцикл, я бы так сказал, да, который прет в гору но при этом ты остаешься на велике и, ну, получаешь удовольствие от езды что касается веса, да, вес как бы у электровелосипедов больше тут где-то, наверное, сравним с донхильным велосипедом но здесь 22 килограмм, 21 с большими короче говоря, по большому счету это вообще не чувствуется то есть поскольку ты его не таскаешь нигде на себе то есть ты едешь на нем, едет он еще быстрее, чем обычный велосипед в подъем это вообще не ощущается на спусках, на спусках тоже не ощущаешь тем более трейлый велосипед, он не рассчитан для каких-то там прыжков ну слушай, если тяжелый велосипед, он лучше трассу держит, нет вообще? нет, да нет такого, как бы, это достаточно понятно, легкий байк, как бы, это круче, но вот я ездил дискомфорта вообще никакого не ощутил то есть также какие-то небольшие прыжки, все это пропрыгивал то есть в плане того, что там нос клюет или еще что-то развесовка хорошая спокойно все те элементы, которые я езжу на своем велосипеде, на обычном то есть также на нем проезжал с первого раза, причем не привыкая к велосипеду вот единственное, что мне сегодня, может быть, не хватало хотя с другой стороны было пофиг, это дроппер в подъемах, то есть если бы был на обычном байке с таким низким седлом, я бы умер здесь как бы было пофиг, то есть он едет и едет с опущенным седлом поднялся, я его как бы и не поднимал, и не опускал, короче, как это он был, так и катался то есть, ну был бы дроппер, дроппер было бы круче ну пару вопросов, Женя, там задам, то есть, знаешь, как бы есть, но такая ходит дилемма как бы что, ну кто там гоняет, такие активные говорят, что электровелосипед это вообще как бы для слабаков, типа, ну это не, ну как бы это не спорт, это не... ты как считаешь? короче, да, эта тема такая религия, это как бы... мне это тоже касается, в прямом смысле слова то есть, меня как бы он несколько интригует, да, вот этот велосипед еще до того, как я прокатился на нем то есть, с одной стороны, круто, думаю, ну вот, вот когда буду там пенсионером куплю себе электровелосипед, буду так же рассекать, как бы, и круто но, опять же, вот даже читая отзывы от многих там про райдеров у нас в России они кто прокатился, говорят, круто, как бы, вот прям, говорят, реально круто то есть, им тоже в ответ, вроде там, даже ниже уровня, который по катанию давы, там, пенсы что надо кататься на обычных велосипедах, все это читерство какое-то ну, в общем, на самом деле, имеет место, я считаю, велосипед для любого уровня то есть, если даже ты там про райдер, как бы, ты просто больше накатаешься, по большому счету либо ты его таскаешь на себе пуск ты одинаково отрабатываешь, выключил помощник это даже может быть в плане, если там тренировок спортивным, даже это может быть плюсом в плане техники поскольку велосипед тяжелете на легком будет но в подъемы ты поднимаешься без проблем и из этого больше раз спускаешься ну, Женя, кому бы рекомендовал? вот, кому это может быть интересно? рекомендовал бы всем, вот так вот, да ну, реально, да смех себе, ну, реально всем то есть, я бы хотел себе вот иметь в парке иметь в парке, да то есть, у меня несколько велосипедов есть там дёртовые, по городу кататься, есть двухподвеска такой бы я хотел да, действительно то есть, возможно, бы имел какой-то более большеходный велосипед для тех мест, где есть подъемник а вот именно для местного катания ну, реально, у меня нет времени кататься, тренироваться много там, 3-4 раза в неделю уезжать, чтобы там иметь хорошую физуху вот, на нем можно раз в неделю выехать, просто кататься в хлам, как где-то, как будто если есть подъемник, как бы, и все и получить удовольствие на всю неделю, как бы, запасом да, укататься да, поэтому рекомендую всем короче, если есть средства, да, покупайте, вообще не пожалеете то есть, единственное, что нужно четко понимать для себя то есть, велосипед это для гор, как бы то есть, опять же, если шоссейный велосипед вам по городу ездить какие-то контрины, наверное, там по-другому все устроено технически но здесь, после 25 км в час скорости, идет отсечка да то есть, по прямой на нем ехать, как бы, ну, ни о чем то есть, вот он в гору, с горы получается в гору она включается, прет неимоверно то есть, брали именно такие подъемы, где, ну, точно не заедешь на обычном велосипеде вот, если только на триальном, где прям камни катаются, шатаются я на нем заезжал то есть, в этом плане здорово а по прибойте, начинаешь только вроде разгоняться, он разогнался все, такой, подхват идет, потом раз 25 с превышения идет, он сбрасывает и ты начинаешь дальше всю эту махину крутить я бы так сказал, что, в принципе, и везде нормально, но максимальный кайф можно получить по назначению, когда ты ездишь да, все правильно друзья, ну, вот такой отзыв вот и сами, вот у нас есть тестовый вариант, который можете протестировать вживую вот, такая вещь Женя, спасибо тебе за тесты, спасибо за отзыв вот, друзья спасибо за внимание, всем пока